Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава первой книги Хроника Липпера Липоменон и мы с вами читаем перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Я напомню, что предыдущие две главы были связаны с историей о том, как Давид приносит жертву на жертвеннике, построенном на участке некого Орнана, даже не израильтянина, из народа Ивусеев, и на этом же самом месте он предполагает построить храм, потому что это место избрано Богом, ну и приводит туда Соломона, соответственно, дает ему поручение это сделать, своего сына и наследника. Когда Давид состарился и насытился жизнью, он поставил царем над Израилем своего сына Соломона. В царствах какая у нас роскошная история, да, как там сыновья боролись за престол, причем еще при жизни Давида, там было восстание Ависалома, да, и дальше были всякие истории, не буду сейчас даже пытаться их пересказывать, они стоят того, чтобы прочитать их отдельно. А здесь просто взял и поставил, безо всяких проблем. Если интересно прочитать про проблемы, третья книга царств, первые две главы. Почему не рассказано? А потому что это неважно. Все эти дворцовые перевороты, интриги, действия разных людей, это все уже такая, знаете, мелочь по сравнению с храмом и с тем, что мы видим про Давида и Соломона. Давид собрал всех предводителей Израиля, священников и левитов. Это как бы даже не связано с тем, что он ставит Соломона, это вот, наверное, еще до того, да. Все левиты старше 30 лет были занесены в списки с указанием общего числа, а всего их было 38 тысяч мужчин. Из них 24 тысячи были назначены ответственными за служение в храме Господнем, 6 тысяч старостами и судьями, 4 тысячи стражами ворот, и еще 4 тысячи должны были восхвалять Господа на инструментах, которые для этого сделал Давид. Соответственно, в храме должны служить люди. Храм — это не просто пространство, где совершается некоторое священное действие, это еще и центр духовной жизни народа, да, и поэтому в нем много кто присутствует. Давид разделил левитов на отряды. Вот тоже постоянная тема, мы это уже видели в начале книги, где была, собственно говоря, вот такая длинная история про родословия разных родов, в том числе левитских родов. То есть это все идет от Давида, это все не случайно, это что-то такое, что было в допленном Израиле, а книга уже обращена к послепленному, и что должно быть восстановлено. У Левия было три сына, Гершон, Кехат и Мерари. Сыновья Гершона — Ладан и Шими, сыновья Ладаны и Ехиэл, его первенец Зетама и Уиль, всего трое. У Шими было трое сыновей — Шулумот, Хазел и Харан. Это прародители родов Ладана. Сыновья Шими — Яхат, Зина и Иушберя. Это четверо сыновей Шими, причем Яхат был старшим, Зина вторым, и Иушберя оставили мало потомков, потому они стали считаться за один род. Зачем здесь эти подробности? Левицкие роды, то есть кто, кому, кем приходится. Сыновья Кехата, Амрам, Ицхарх, Еврон и Узел, всего четверо сыновья Амрама, Арон и Моисей. Кстати, такие знакомые персонажи, Арон и Моисей. Арон и его потомки были выбраны и посвящены навечно. Они святыни святынь, только они могут сжигать жертву пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его. То есть ветхозаветное священство, и им принадлежит право принесения жертв. Моисей был человеком Божьим, его потомки числятся среди прочих левитов. Сыновья Моисея, Гершом и Элиезер. Сыновья Гершома, Шивой, Эл, первенец. Сыновья Элиезера, Рехавия, первенец. Больше сыновей у него не было. Интересно, что слово первенец не означает, первый из означает просто перворожденный сын. А в Рехавии было очень много сыновей. Сыновей Цхара Шиламид, первенец. Сыновья Хевровна, первый Иерия, второй Амария, третий Ехазиел, четвертый Иекамам. Сыновья Узиела, Михей I, Ишия II. Сыновья Мирари, Махли и Муши. Сыновья Махли, Элиазар и Киши. Элиазар умер, не оставив сыновей, но у него были дочери. На них женились их двоюродные братья, сыновья Киши. Сыновья Муши, Махли, Эдар и Еремот, всего трое. Ну вот, перечень основных родов левицких, которые так или иначе будут участвовать в храмовом богослужении, он здесь вот сразу после рассказа о том, что храм должен быть построен, еще даже не построен. Вот список левитов старше 20 лет с указанием имен и общего числа, их рода и прародителей. Все они служили в храме Господа. Ведь Давид сказал, Господь, Бог Израиля, даровал мирную жизнь своему народу и сам навсегда поселился в Иерусалиме. Левиты больше не должны носить скинью и предметы нужны для служения в ней. Ну, то есть перемещаться с этой самой скиней. В соответствии с последним распоряжением Давида в списки были включены все левиты в возрасте от 20 лет и старше. Значит, до этого они занимались перенесением. Ну, понятно, что во времена, там, скажем, Давида уже скиня особенно не путешествовала, но, тем не менее, вот они должны были быть теми самыми служителями, которые готовы ее переносить. Теперь все, храм строится, значит, это служение ушло, но появилось много новых служений на месте постоянного богослужения. Левиты должны помогать потомкам Арону в служении в храме Господнем, заботиться о дворах и комнатах, совершать очищение всех священных предметов и исполнять всякую работу, необходимую во время служения в Божьем храме. Вот хороший менеджмент, да, то есть не просто самое главное, но все мелочи, кто будет подметать в конце концов. Они ответственны за хлеб, возлагаемый пред Господом, муку для хлебных приношений, пресные лепешки, жареные лепешки, замесы теста и за размеры количества приношений. Каждое утро и вечер они должны благодарить и восхвалять Господа. Они должны регулярно и в нужном количестве совершать пред Господом всесожжение по субботам, в новолунии и по праздникам. Они несут службу у шатра встречи, встречают, отвечают за священные предметы, прислуживают потомкам Ароны их с собратьем в храме Господа. Но потомки Ароны — это, соответственно, священники, то есть те, кто, собственно, совершает жертвоприношение. Жертвоприношение есть главный элемент ветхозаветного богослужения. К ним и перейдет повествование дальше.